Знаете что? По-моему у меня по дому сейчас летает полтергейст. Да, это реально полтергейст. Или это всё-таки плод моего воображения? Блин, реально свихнёшься с этими охотниками? Треклятые охотники за привидениями. Но деваться некуда, и сезон нужно всё-таки продолжать. И сегодня его продолжит игрушка, которая называется Госбастерс 2. А вы-то что думали? Конечно, Госбастерс 2. Госбастерс 1-то уже была. Но я не буду сегодня делать по ней никаких обзоров, никакой критики. Хотя я мог бы сделать у неё самую жесточенную критику, потому что, блин, я тоже сделал когда-то АВГН. Чем я хуже? Я тоже могу. Но, блин, неужели все игры об охотников так ужасны, что их нужно критиковать, обсирать? И каждое видео о них должно нести только негатив. Сегодня я попытаюсь поиграть в эту игру и получить от неё хоть какое-то удовольствие, да, получить. И, может быть, даже пройти её, если мне это удастся. Но, учитывая мою криворукость и совершенно новый геймпад, который ещё не разработался, я сомневаюсь, что мне это выйдет. Но, тем не менее, чем чёрт не шутит? Я попытаюсь это сделать. Начнём, пожалуй. Да, в эту игрушку можно играть как одному, так и вдвоём. Но вдвоём мне, к сожалению, сейчас поиграть не с кем. Как только закончится этот сезон, я, наверное, свяжусь с Кубой или... Или с... Хитрулей, блин. Знаете, такого обзорочка? Хитрулю. Классный чувак. Я надеюсь, что когда-нибудь мы с ним запилим какой-нибудь летсплей и, возможно, в каупы порубимся. В кооперативах какие-нибудь игрушки поиграем. Но, это в будущем, возможно. А может быть, он скажет, иди в зайницу, ты слишком мелкая рыбка для меня. Ты слишком мелко плаваешь. Я-то уже, чувак, более раскрученный. Ну, а вот Куба, я не знаю, чем он сейчас занимается. Я с ним давно уже не общаюсь. Ну, давайте, ладно, не буду я слишком отвлекаться. Я просто включу на одного и попытаемся пройти игрульку. Я Вига! Охотники погружаются, как и в фильме, в канализацию для того, чтобы определить источники слизи. Откуда взялась эта грёбаная слизь? Она повсюду и везде. И вот тут какие-то эти твари, они же напоминают хедкрабов из Half-Life. А вернее, хедкрабы из Half-Life напоминают вот этих вот четвероногих друзей. Ну, реально. Может быть, Half-Life, создатели Half-Life посмотрели на этих монстриков и решили добавить их в свою игру. А может и нет. Блин, ну, всё, что сейчас я вижу, это ужасное управление. Я не могу ничего это сделать. Я сейчас не поддаюсь. Я сейчас реально пытаюсь что-то хоть сделать в этой игре. Ну, если быть честным, я, конечно, отвлёкся на хедкрабов. О, какая у него улыбка голливудская. Ага. Жуткий тип. Ну, вы помните этого парня, это Vigo. Я Vigo. И вот у нас одно продолжение. Я не знаю, сколько тут контилиумов. Если их всего три, то один я уже просрал. И шансы мои пройти эту игру бывают с каждым разом. Будем пытаться расстрелять его. Блин, я же стрелял в него в упор. Что за... Прыгать нельзя. Самое поганное, что он не прыгает. Почему я не мог это сделать раньше? Ха. Потому что кнопки тугие. Тугие. Как мои яйца. Ну, ты что такое, а? Ну, вы какие прыгучие крабы, а? И Лизун. Почему Лизун против нас? Он должен нам помогать. Блин. Две попытки. Я знаю, что вы сейчас на это смотрите и думаете, что какой же он криворукий все-таки этот парень. Какой он криворукий. Как он может вообще считать себя каким-то олдскульным геймером, если он даже трех шагов пройти не может. Но я вам сейчас объясняю, друзья. Я же, блин, в эту игру никогда не играл. Я даже разобраться не могу, как в этих тварей попасть. Может быть, с воздуха? Иди сюда. Ну, хоть кого-нибудь я должен пострелить, а? Твою мать! Да что ж ты делаешь-то, а? Так, будем пытаться. Проскочить просто. Может, здесь не нужно останавливаться? Да, с ними, наверное, бесполезно бороться. От них нужно просто удирать. Блин, почему я раньше до этого не додумался, а? Не догадался. Тут пауки. Как обычно, в любой игрушке у нас есть паучки. Блин, Слизун возвращается. Я бы не хотел вот так стоять под Слизью, как вот этот парень сейчас. Кстати, кто это? Наверное, Питер. Питер, 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 Питер. Блин, Лизунов слишком много. В одной серии, кстати, мультсериала, действительно, была такая, да, была серия, что Лизуны... Лизун разделился на кучу маленьких Лизунов и летал по городу и всех терроризировал. Кстати, что мне дают вот эти вот значки, логотипы охотников? Я зарабатываю какие-то деньги или что? У меня их шесть штук набрано. Может, это жизни? Нет, не жизни, жизни у меня вон ноль осталось, все, одно касание, и я окочурюсь. Отправлюсь к братцам. Блин, тварь! Прыгающая башка! Виго! Виго как какой-то спайдермен, как какой-то супермен. Видели, как он порханул вверх? Ему еще осталось руку вытянуть вперед, и он реально будет похож на человека из Смолвили. Супермен. Да, конец игры, как я и думал. Ну, в общем-то, вот и все на этом. Лесплей окончен. Крутое, да, получилось прохождение? Да ну нафиг, я попытаюсь снова. Я не сдамся так просто с первого раза. Это была всего лишь попытка номер один, я тренировался. Давайте попробуем. Я очень много времени убил на этих хэткрабов. А теперь я буду... Кстати, в них можно попасть, наверное. Нет, они неубиваемые! Блин, что это за... Лизун серит на нас, что ли? Такое ощущение, что он реально кучу вываливает из задницы. О, ужас! Почему? Почему они мне преграждают дорогу? Мои же сопли преграждают мне дорогу. Будем растрелять. Это забавно смотрится. Полоумный охотник бежит и просто палит. Почем зря потолок. Пауков убить нельзя. Неубиваемые паучки. Здесь так много неубиваемых врагов, что меня отпугает. Кстати, и турбокнопку. Почему я раньше не применил ее? Так, хорошо, что у меня оружие бесконечное. И еще странная вещь. Почему я стреляю не бластером, а какой-то слизью, а? Зачем? Зачем они это придумали, вот эту фишку? Я помню, что АВГН еще очень слишком по этому поводу усирался. Ему это тоже не понравилось. Да кому это может понравиться? Я хочу увидеть нормальный бластер, нормальную пушку, из которой палят охотники. А не какую-то соплеплюйку, блин. Так, ну второй уровень, да. Как и в первых охотниках, как и в первой игре про охотников, нам предстоит покататься на тачке. Ох, нет, 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 ускоритель лучше не брать. Зачем? Зачем? Ведь у нас же время не ограничено. А, прыгать можно. Стой назад! Я не знаю, что там было, но... Че это такое? Ух ты. Не, ну здесь кататься повеселее, по-моему, уже. Да, как-то это поинтереснее сделано, чем в первых охотниках. Намного интереснее. Хотя, может, я погорячился? Не, не намного. Вся машина в кровище. Охотники разлетелись в мясо. В фарш просто. В них вмазался призрак, и они просто разлетелись в фарш. Это ужасное зрелище. Зачем такое показывать детям? Моя психика... Моя неокрепшая психика... Сломлена. Ладно. Продолжаем. Ну, слава богу, не сначала. Мы продолжаем с того уровня, до которого мы дошли. Я надеюсь, что это первый последний раз, когда мы едем на машине в этой игре. И даже здесь мы плюемся какой-то слизью с эктоплазмой. Зачем они добавили эту эктоплазму, блин? Я не понимаю. Это не так круто, как кажется на первый взгляд. Да что это, блин? Почему дальше назад нельзя уехать? Ведь еще целых 2-3 метра у меня за спиной. Почему я не могу в самую левую часть экрана-то уехать? В чем проблема? Ну, ладно. Господи. Опять в кровище. Но у меня, по крайней мере, есть еще жизни. Так что я могу уворачиваться. Да, знаю, в ваших глазах я сейчас похож на полнейшего нуба. Но я таким и являюсь. Потому что в эту игру я... Да, игра я первый и последний раз. Если я пройду ее, то я в нее никогда уже, наверное, не сяду играть. Если я не пройду, то я все равно, наверное, не сяду в нее играть. Потому что никто меня не заставит играть в этот ужас. Теперь я понимаю, почему эта игра не была популярна в нашем детстве. Блин, ни у кого из моих друзей не было этой игры. Ее Ghostbusters 2 была у всех. Ну, не у всех, но у многих, по крайней мере. И многие, они знают. И на ГБХ она продается много где. А вот Ghostbusters 2 или Ghostbusters никому нафиг не усралась. И никто ее не ищет. И в детстве ни у кого ее не было. Нет, возможно, были единицы, у кого она была. Но какой смысл? Я не думаю, что это была та игра, ради которой стоило там сидеть ночами напролет перед телевизором. И как-то проходить, пытаться уровни. И заучивать их как-то. Я не знаю. В это футбол, мне кажется, играть не очень интересно. Даже ребенку, который толком в игры не играл. Не, хотя я вру, конечно, вру. Если вы толком не играли в игры. Или там, будучи ребенком, вы не играли в игры. Возможно, вас эта игра бы и заинтересовала в детстве. О, что это я взял? Бонус. А, защита. Все, мне теперь ничего не страшно. Ну, что, и сколько я так могу ехать? Ага, препятствия все равно опасны для меня. Они причиняют мне боль. Прыжок. Прыжок веры. Опа. Вера, надежа, любовь. Господи, опять в мясо, в кровь. Блю, блю. Звуки прикольные. Путуп, путуп. Вы слышите эти звуки? Да, забавные озвучки. Стоп, стоп, стоп. Что это было такое? Я думал, что это можно взять. А это, видно, какая-то ловушка тоже была. Это вражьи... Вражьи объект. Вау, прыжок. Я перепрыгал с первого раза. А, это прям как батлтад. Смотрите, выскакивают платформы из земли. А, знаем мы такую вещь. Видели уже. Ой-ой-ой-ой. Зачем мне эти логотипы? Я так и не понял. Я их просто беру. Может быть, можно будет что-то за них купить потом. Лизуны. Самый поганый враг это лизуны в этой игре пока что. Почему лизун нам не помогает, а убивает нас? Я не понимаю. Что мы ему такое сделали? Мы что, своровали его завтрак, обед там? Или пытаемся его поймать и запихнуть в наше хранилище привидений? Что ему так не нравится в охотниках? Он же был нашим другом все эти годы. Почему он пошел против нас? Или, возможно, все-таки тяга к призракам, к тягам к своим сородичам его переборола? Блин, опять краб ползет. И он будет гнать меня в весь уровень, я так понимаю. И снова справа налево бегу. Кстати, да, я только сейчас заметил фишку, что в большинстве игр, кстати, мы бежим всегда слева направо. А здесь справа налево. Почему? Это неудобно. Хотя привыкаешь к этому, конечно, тоже. Ничего такого здесь нет сложного. Ничего такого необычного нет. Вигар смеется над нами в очередной раз. Конец игры. И сначала, да, все.